Смирение Библия описывает смирение как кротость, простота и бескорыстие. Греческое слово, переведенное как «смирение», в Колоссянам 3, 12 и в других местах, буквально означает «скромность ума». Поэтому мы видим, что смирение – это отношение сердца, а не просто внешнее поведение. Можно демонстрировать внешнее смирение, но при этом сердце будет исполнено гордости и высокомерия. Иисус сказал, что нищие духом получат Царство Небесное, Матфея 5, 3. Это означает, что только те, кто признает полную несостоятельность собственной духовной ценности, унаследуют вечную жизнь. Таким образом, смирение является необходимым условием для христианина. Приходя ко Христу как грешники, мы должны приходить в смирение. Мы признаем, что являемся нищими, которые приходят, не имея ничего, что предложить ему, кроме своего греха и нужды в спасении. Мы осознаем отсутствие заслуг и полную неспособность спасти себя. Затем, когда он предлагает благодать и милость Бога, мы принимаем их со смиренной благодарностью и вверяем свою жизнь ему и другим. Мы умираем для себя, чтобы жить как новые творения во Христе, 2 Коринфянам 5 глава 17 стих. Мы никогда не забываем, что Он обменял нашу никчемность на свою бесконечную ценность, наши грехи на свою праведность, и ту жизнь, которую мы сейчас ведем, мы ведем верой в Сына Божьего, возлюбившего нас и отдавшего себя за нас, Галатам 2, 20. Это истинное смирение. Библейское смирение необходимо не только для того, чтобы войти в Царство Божие, но и для того, чтобы быть великими в Нем. Иисус дает нам пример в этом отношении. Как Он пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить другим, так и мы должны посвятить себя служению окружающим, считая их интересы выше своих собственных. Такое отношение исключает эгоистичные амбиции, тщеславие и раздоры, сопровождающиеся самооправданием и самообороной. Иисус без колебаний смирил себя как слугу, Иоанна 13 глава 1 и 6 стих, даже до смерти на кресте, филиппийцам 2, 8. В своем смирении Он всегда был послушен Отцу, и поэтому смиренный христианин должен быть готов отбросить эгоизм и подчиниться Богу и Его Слову. Истинное смирение производит благочестие, удовлетворение и безопасность. Господь обещал дать благодать смиренным, в то время как гордым Он противостоит, притча 3 глава 34 стих, 1 Петра 5 и 5 стих. Следовательно, мы должны исповедать и избавиться от гордости. Если мы превозносим себя, то противопоставляем себя Богу, который по своей благодати и ради нашего блага смирит нас. Но если мы смиряем себя, Он дает нам больше благодати и возвышает нас, Луки 14, 11. Наряду с Иисусом Павел должен быть нашим примером смирения. Несмотря на выдающееся дарование и полученное понимание, Павел считал себя худшим из грешников и наименьшим из апостолов, 1 Тимофею 1 глава 15 стих. Подобно Павлу, истинно смиренные будут хвалиться благодатью Божьей и крестом, а не самопроведностью, филиппийцам 3 глава 3 и 9 стих. В толковом словаре Ушакова этому слову дано такое определение – сознание своих недостатков, слабостей, сочетающиеся с отсутствием гордости, высокомерия. Но почему-то в современном обществе это качество человека часто ассоциируется с безответностью и слабохарактерностью. Нам было интересно узнать, что же думают по этому поводу люди. Прежде всего, мы спросили, какой, по-вашему, синоним можно подобрать к слову «смиренный»? 46,2% убеждены, что смиренного человека по-другому можно назвать мудрым. 36,5% – скромным. 15,4% думают, что понятие «смиренный» включает в себя и мудрость, и скромность. 1,9% к мудрости и скромности добавляют безответность. На следующий вопрос, должен ли христианин обладать смирением? Практически единодушно, 96,2% ответили «да». 3,8% считают смирение необходимым христианским качеством лишь в некоторых ситуациях. Библия наставляет последователей Иисуса Христа. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердии, благость, смиренно-мудрии, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Колоссянам 3,12-13 стих. Наш Спаситель смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной, филиппийцам 2,8. А кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал, 1 Иоанна 2,6. Сам Иисус Христос говорил, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, Матфея 11,29. Однако, это не значит, что христиане должны безропотно сносить несправедливость. На вопрос, в чем выражается смирение. Мнения разделились в таком же процентном соотношении, как и на предыдущий вопрос. 96,2% считают, что смирение выражается в отсутствии гордыни, и 3,8% в неспособности противостоять насилию, грубости. Дорогие друзья, смирение – это необходимое качество человека, потому что оно помогает нам видеть себя такими, какими видит нас Бог. Апостол Петр пишет, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, 1 Петра 5,5. В Библии содержится много божьих обещаний для смиренных. Близок Господь к сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасет, Псалом 33,19. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли, Псалом 146,6. За смирением следует страх Господень, богатство, и слава, и жизнь, притча 22,4. А вот, на кого я призрю? На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим, Исайя 66,2. Аминь. Аминь.